Есть еще. Он, видите, шевелится. Вот это называется листковерка. Затяжная весна и резкое наступление тепла прибавили садоводам работы, отмечает аграрий со стажем Николай Громов. Все деревья в саду пенсионера обработаны ядохимикатами. Это единственный способ борьбы с вредителями. В противном случае садоводы рискуют остаться без урожая фруктов. Все деревья. И виноград надо было брызгать тоже два раза до цветения и после цветения. Надо брызгать. Вот я сейчас побрызгал, уже меньше стало. Завернутые листья и гусеницы не только на плодовых деревьях, отмечают в ботаническом саду. Жуки и клещи из-за жаркой весны этих насекомых можно встретить почти на всех лиственных деревьях. Исключением не стала даже магнолия. Вредителей здесь можно встретить крайне редко, но в этом году листья свернуты даже здесь. Дубы, липы, клёны также страдают от насекомых. Этой весной они активизировались на несколько недель раньше. Последний раз подобная вспышка численности вредителей была в 2005-м, отмечают биологи. Сроки обработки деревья сместились. Борьбу с гусеницами и жуками пришлось начать раньше. Некоторые виды растений обрабатываются в определенный сезон. И вспышки вредителей тоже обычно в какой-то определенный сезон происходят. В данном случае все это сбилось примерно на две недели. В майские праздники обычно у нас обработки очень-таки небольшие проводились. Ближе туда к концу месяца. Сейчас у насекомых-вредителей пик развития. Такое явление не приводит к гибели растений. Уже через несколько месяцев листья начнут восстанавливаться, рассказывают ученые. Но урожай по-прежнему остается под угрозой. Качество плодов в будущем зависит от ухода за деревьями. С нашими насаждениями, после вспышки численности этих видов бабочек, все будет в порядке. С плодами деревьев. Если не обрабатывать препаратами от плодожорки, соответственно, яблоки, именно урожай будет очень сильно поражен. Обработка, которая обычно приходится на июнь, ее нужно проводить в середине мая. То есть прямо сейчас. Это именно следствие вот такой жаркой погоды. Но в борьбе с вредителями биологи советуют быть осторожными. Обработка деревьев ядохимикатами может навредить птицам. Они будут питаться отравленными насекомыми. Поэтому для обработки деревьев ученые советуют использовать безопасные препараты на основе натуральных экстрактов. По цене они не дороже обычных химикатов.